приветствую вас мои родные любимые и сталюбчики все братцы и сестры во христе все люди на земле желаю вам всякого блага и добра и счастья и мира и любви в дома и сердца их души ваши ну что сегодня почитаем комментарии ответы на вопросы как хотите все вместе в принципе чтение комментариев и ответы это одно и то же я подумал давайте заведем традицию ну я заведу наверно буду читать по субботам читать комментарии у меня их немного в принципе поэтому могу вполне даже все подряд читать а воскресенье пока розелик загрузится ну где-то выкладывать в общем выходные будут читать за всю неделю пока вот так вот наверное вот еще одно я вот вам покажу вот так это выглядит личном кабинете кто знает кто не знает да все там комментарии вот эти кроликам вот здесь я могу ставить от себя отметку мне понравилось вы ставите лайки от себя я могу ставить не вот эти вот пальцы они безликие если я вот сюда вот поставлю видите то как и под чужими комментариями по другими кто-то ставит это не говорит что просто кому-то понравилось безликие а автору сделали еще одну в ю тубе вот такую вот иконочку и можно именно что это именно не обезличили наоборот теперь сделали индивидуальным личным одобрением автора этого комментария и вы знаете просто в ю тубе целая проблема как я думаю до какого я остановился где дальше если вот так записать ролики к сожалению никакой пометки нету но только вот эти получается либо и все оставлять там в непрочитанном но в общем не суть важно я давайте так я обычно сразу ставил комментарий который мне нравится теперь я в течение недели не буду ставить эту пометку а вот когда будут читать буду сразу помечать и соответственно когда пройдет неделя я буду их зачитывать и сразу помечать на ваших глазах и как раз при следующем ролике при следующей неделе когда будут записывать уже будут спускаться до того какие были помечены вот как то вот так вот как раз сразу и банить буду то есть неделю буду общаться с человеком если беда то буду блокировать ну что давайте приступим читать тогда в принципе наверно все подряд буду с двух каналов за прошедшую неделю получится сколько получится не знаю посмотрим я буду прям подряд просто читать спаси христос спасибо владимир николаевич пишет надежда тишли думаю каждый человек а рук кролику про инкарнации об этом рассуждал там один бог знает а там один бог знает если люди пережившие есть люди пережившие клиническую смерть говорят что реинкарнация есть и в евангелии иисус христос сказал об иоанне крестителе если хотите принять он есть или я которому должно прийти кто имеет уши слышать да слышит я кстати здесь с надеждой абсолютно согласен и есть еще подобные места и в новом завете и ветхом завете это же еще опять я как всегда повторюсь что с учетом тех переводов какие мы имеем на синодальном переводе а пусть даже и другие что если хотите принять там он есть или или придет в духе или а может быть дух или и то есть сам он же без тела но дух или и сам или я придет и в принципе действительно креститель не знает что он был или как вот и мы с вами о прошлых жизнях но опыт у него просто есть прошлой жизни в добре и зле в познании а знание как таковы он не помнит своей жизни вполне может быть и вот здесь не абсолютно согласен я крю в принципе читаем участь на христолюбие ветхий завет на что-то подобное будем обязательно всегда обращать внимание место такое быть имеет лиля умничка кролику христолю по девятьярви кролику а матильде лили пишет я бы не сказала тебе тогда год назад но первый раз когда я тебя увидела подумала как ты похож на христа из страсти христовой ну скорее не на христа то да она актера игравшего христа страстя христовых как он к кали как помните ну помните как вызвали к к к к к к что-то кики аму никеану риса как-то он тоже мне кстати актер понравился вы знаете мы похожи много на кого мне все же инглише похож там на брат пита вот и в моей жизни много людей встречались очень похожие девчата были похожи на каких-то там знаменитостей вот мы люди при любите но очень похожи все это на самом деле так больше или меньше у нас то две руки две ноги не так много форм овалы круглые плечи там или лицо овальное квадратно к кирпичом шариком плюс минус все похожи поэтому ничего тут удивительного нету дела как зеркало души ролик лили пишет просто и без комментариев как обычно уничка спасибо вот к реинкарнации валерий нестеров пишет время это скорость я помню что в принципе понятие времени у не существует и действительно так я просто занимался теми вопросами тоже и нормальный учил ученые адекватные которые не скрывают такую стена честные тоже ищут истину пытаются и познать не занимается там уже науками или подобными вещами очевидно признают что даже понятие времени как такового нету и вот пишет валерий нестеров время это скорость отношения изменение состояния одного объекта системы к изменению стоит другого ну понятно в плоской диаграмме увеличилась увеличилась типа эти изменения между ними есть время то есть величина относительно условная сама по себе не существующая все остальное это мракобесие от науки ну да только это мы опять берем какую систему координата вопроса вообще она существует и прочее прочие вещи ну так я согласен с этим определением только вот именно как таковая на сама не и не существует она лишь описывает что так лили пишет где сетей ролик люблю тебя за твою простоту правильно сказал американцев они милые умничка моя люблю тебя люблю тебя я вас тоже всех люблю стих про заповедь супер стих умничка умничка умница учись пока молодой мальчик мой возвращение год спустя лили пишет милый мой знать что мне было очень плохо от того что не видела христиан но твое служение дало мне глоток свежего воздуха чего ты не знаешь мне было так приятно что тебе просто не представить всего того что пережила видео дела веры это лишь успокоило меня что есть 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 где-то они свободные во христе и выбравшие путь христа есть конечно нет но плохо хорошо я хоть там и жалюсь иногда конечно меня тоже вы все вот окружаете те кто любите меня я иногда сгущаюсь к краске что все плохо конечно не все плохо к сожалению не получается какого-то знаете вот такого прям совсем вот братство что ли я не знаю понимание плюс мы действительно нетерпимы плюс действительно мы разного возраста и вы знаете как ну вот попробуйте поселите в одной комнате все равно внука и бабушку ну я понимаю там в деревнях жили в древности там на одной кровати но хорошего то в этом что ну что общего у пяти лет не пяти вот именно а у 15-летнего ребенка в юноши или девицы и у 60-летней бабушки или дедушки это это редко что они могут быть друзьями и вот именно тот вечно молодой а это уже в 15 умудрилась тогда они уживутся в одной комнате а так там все эти разности интереса в жизни и вот кстати здесь мы встречаемся по внутренним людям точно с такой же проблемой кто-то уже вырос кто-то нет кто-то растет кто-то тормозится и мы к сожалению вот из-за этого часто и ссоримся и ругаемся или еще что-то еще мы забываем о том что как я вот когда-то говорил знаете даже церковь это же не коммуна не община как не общака где все лежат на многоярусных койка знаете друг над другом как в действия в армии не служил меня не взяли как какой-нибудь казарме там и в детских лагерях я кстати не был в детстве вот ну я кстати в семинарии был там такие койки были кто знает я там поступал вот и у каждого человека должно быть личное пространство вы помните даже иисус уходил все время куда-то в пустынные места на горы в сад в леса человек просто необходимо быть одному это к сожалению печаль когда мы считаем что вот надо все прям разделить все общее что такое никто и помните в деянии хорошо сказано никто ничего из своего из своего не называл своим но все у них было общее то есть вот у меня такое отношение кстати было и без евангелия еще до кто меня знает вот мои там друзья братья как я их называю ребята неважно девчата какие-то знакомые да и вообще я все равно все мое твое ключи от моей машины можно было взять без спроса вообще или просто дима мне надо мне не надо чего куда я буду взвешивать действительно ему на дом просто прокатиться хочет с девчонка к девчонке съездить или ему там срочно надо действительно что-то перевести сказал надо попросил значит я даю это играл вон ты знаешь где они там деньги я крыша над головой в принципе тебя проблема не важно что это мне один живу пожалуйста кровь мой кровь твой кровь да понятно не будем же вечно жить я живу там допустим не один с девушкой семьей и я понимаю прекрасно когда у меня были трудные моменты мы все не хотим кому доставлять неудобства там сидеть на шее вот и и ты понимаешь что ситуация временную срочно надо решить да и машину ты не будешь клянчить постоянно ты понимаешь ну по надобности хотя я даже развлечение это надобность ты хочешь что-то куда-то тянут съездим может быть как у нас по юности было к девочке да пожалуйста да потом привыкли только проблемы друг друга решать доставлять радости тоже любовь господь не только нас на сухом паке на дошираке держит на хлебе с водой нет подает все потребно не только для пищи но и для радости разнообразных причем разноцветных и разномастных вот поэтому конечно иногда я говорю я сам порой даже сам себя загоняю в какие-то идеальные рамки а может быть это и неправильно идеальные рамки потом разочаровываясь них это неправильно я тоже учусь жить учусь познавать вот эту так скажем или хоть истину я считаю познавшим а опытом ее вкусить да вот жизнь в этой истине мы тоже учимся да все игры разные мы и тут в этом плане надо быть более терпеливым подстраиваться друг подруга и так далее да байер джоханан спасибо дима благослови боти бог на что с христос аминь влад любимых при дима привет не читал случайно писание древней индийскую философию закон кармы и концепция перевоплощения души но я ответил ну кролику кренка на реинкарнации привет ну я много чего читал ты бы сузил вопрос слишком пространный уже действительно много чуть читая сам вам пообещал что возможно мы зачитаем с вами книгу тибетскую книгу мертвых очень древнюю вот ну знаете если появится время сейчас конечно планы я свои рассказывал да это чтение ветхого завета на канале христолюб кто не в курсе присоединяйтесь мы читаем желательно конечно мы уже я уже зачитал бытие начал уже исход на выход этого ролика вы где-то смотрите только какую там 30 главу наверно вот ролики выходят два раза в день я стараюсь писать запасом чтобы когда у меня будет какие-то пропуски там по каким-то причинам болячки еще что-то может отдохнуть иногда надо паузу брать и вы знаете со словом много и хорошее плохо знаете такую известную фразу вот поэтому два ролика в день по описанию ветхого завета на канале христолюб я считаю достаточным они бывают небольшие правда бывают большие разные бывают не считая нормально а то от всего может вырвать смотреть меня там сутками тоже не стоит да и тем более еще я стараюсь вести live канал да вот этот и помимо этого ты мне тоже есть время и нужно время готовиться подчищать что-то там заниматься вот по ветхому за это тоже все не просто сейчас изменить потом возможно игры вот в планах там книгу мертвых можно почитать можно действительно почитать какие-то выдержки или концентрат из чего-то восточного восточный достаточно интересность вещь вот поэтому вопрос такой слишком пространный я конечно что-то читал вот но что конкретно чья философии философ философу рознь что какая конкретная книга да вот хорошо у христиан есть там прямом прямое обращение хоть каким-то писанием пусть разных переводов достаточно избил есть коран да тоже пусть там есть в разные переводы интерпретации а вот так просто вопрос уж слишком абстрактно так что влад будь любезен ты его как-то немножечко сузь душа широкая наверно слишком расширил аллочка пишет ханова сестрица к ролику реинкарнации ролик супер всегда думала что есть что это есть перерождение для исправления или приобретение опыта и роста души духа всегда думал что это есть ну перенка нации перерождение для исправления или приобретение опыта и роста души или духом и в евангелии когда написано что кто-то пришел родился в духе кого-либо это объяснять Ну вот, да, тут Алла тоже не приводит примеры конкретные Ну вот, Надежда привела пример И я говорю, если вчитываться и понимать, что перевод может быть некорректный И что в своем роде даже тот, кто это произносил, мог иметь другое в виду Есть такие места, я говорю, обязательно сейчас я тоже не хочу вырывать их из контекста Или набирать ролик этому, посвящать А в свое время, когда мы будем, я говорю, и вот я мысль не закончил Но после ветхого, в любом случае, я хочу прочесть еще раз новый завет на канале Пройдет достаточно времени, может быть, как-то мы что-то по-другому там увидим Помимо истины, которая в любви, бессмертии и свободе На какие-то вещи будем обращать внимание Именно это может объяснить некоторые несостыковки, как мы думаем в страданиях Особенно которые нам кажутся вообще необоснованными Или очень короткие жизни, где опыты не приобрести за такое время и другие моменты Согласен с Аллочкой тоже, что вот эта инкарнация, да, открывает нам вопросы И действительно, умирают дети Год, два, три, четыре и так хоть делите, как хотите Но даже по годам взять И в пять, и в шесть, и в семь, и в восемь, и в десять, и в десять, и в пятнадцать Что можно до пятнадцати лет приобрести? Какую истину познать? Какой опыт в избрании добра и зла себе, душе приобрести? Да никакого Страдания, да, вот именно У кого-то кто-то, как говорится, в золотой рубашке родился, да Золотой мальчик или девочка А другие и прожили так всю жизнь, да Другие всю жизнь последний хлеб без соли доедали Так что, действительно, этого недостаточно, чтобы быть совершенным Будьте совершенны, как отец вашей совершенно небесный Так что, очевидно, что Я говорю, либо есть реинкарнация и уже на этой земле Из одного физического тела в другое вполне может быть Но уж я не сомневаюсь, что дальше это точно есть В новых мирах, там еще, ты еще, еще будешь как-то приобретать опыт и учиться В этом я, в принципе, тоже убежден Надежда Греля Люблю слушать и каждый раз с нетерпением жду твоей проповеди Храни тебя Христос Кстати, вот я, видите, забыл даже лайк поставить под роликом В следующий раз, то есть я, говорю, заранее не буду ставить А когда буду читать, получается Буду под этими роликами вот таким образом их, по сути, и помечать И сразу одобрять, не одобрять А потом опять сверху буду в следующем читате И когда иду до роликов одобренных И на этом буду останавливаться Так, а тут где-то Женя, по-моему, что-то писал А, вот Женя Девятьяров пишет Дима, я в восторге к ролику, к реинкарнации Я в восторге от твоих перемен Ценю свобода мыслия христиан И Лариса пишет Подписываюсь под Жениным комментарием Жги, Дима, жги глаголом сердца людей Ну, словом Полная перезагрузка произошла, браво Ну, по поводу моих перемен и полной перезагрузки Ну, это крутовато сказано Я же объяснил, что по поводу реинкарнации Я не затрагивал этот вопрос И, как мы видим, даже в писании есть повод об этом И поговорить, и все Ну, вы знаете, всему свое время и все не объять Вот я Новый Завет, Первый Круг Вот я свои ролики даже не удаляю Почему? Потому что у меня каких-то перемен глобальных нету Я говорю, первые, посмотрите ролики по Матфея Первые ролики, я их еще записал Еще когда я культ православия пытался познавать Там все это изучал Я там что только не припихиваю И молюсь я, послушайте, как там То есть всему свое время Ну, мне нечем там сожалеть я все Или что-то стесняться, скрывать Более того, я даже не считаю это неправильным Я там познавал, там познавал Можно даже посмотреть на мой Но это даже не рост Это ты пробуешь разные вещи Но истинно всегда держал одну И тогда я читал И читал я по-своему Я вновь, знаете, помните, все время тоже показывал эти круги Фибоначчи Там что вот Там куча маленьких Евангелий От воплощения до вознесения Христова И весь смысл в любви Там все время показывал В росте, в любви Вот Почему я говорю Сейчас мы почитаем Я говорю Тот же самый Ветхий Совет сейчас прочитаем Да Вы знаете Уча учись Есть такая Мудрецы древности еще говорили И это великолепная фраза Вы, кстати, знаете Я Ветхий Совет записываю ради себя Одно дело прочитать самому Много раз Одно дело ссылаться на него Частично Это да Одно дело даже вслух записать Это да А три Это или четыре Или пять Это вот публично записать Это четыре Это пять Это шесть И одно дело записать Сейчас или потом Вы знаете Вот эти записи публичные Мне самому Когда я даже писал Новый Совет Вы знаете Очень много открывалось Я многие вещи шлифовал И доразмышлял И вот это все Ты даже сам Вот уча учись Если ты не можешь Знаете Есть такая Я вот сам же Управляющим часто работаю Если ты не можешь Чего человеку объяснить Ты сам этого не знаешь А говорю Как-то собака Понимая Но сказать не могу Вы знаете Здесь действительно Не срабатывает Ну или по крайней мере Тогда ты не учитель Ты можешь сам и знаешь Хорошо И сиди там Спокойно В пещере Вот А учитель может объяснить Он и может И умеет Это делать Да И хочет это делать Вот Поэтому И по поводу перемен Там про инкарнацию Я просто говорил Я сразу Так говорил Про будущее Это точно Что человек будет Вечно расти Вечно познавать Будет меняться Там Мир и жизнь Его Ну тот же самый Женя же не факт Что слушал Все мои ролики На канале Да Вот И я как бы Говорил это Не скрывая Реинкарнацию И переплощение На этой земле Из одного Физического тела Другой Да Я не говорил Но я вам рассказывал Что я об этом читал Еще до Ну всего И даже в момент Познания Самого Когда я тогда Десять лет назад Уже прошло Покарался Я тогда все Стал изучать Я про это все Конечно смотрел Изучал Ну как-то Меня это не трогало И это не самый Насущный вопрос В моей жизни Был Наверное так что ли Поэтому я долгое время Знаете Есть вопрос Откладываешь на столик В полку Или они сами Куда-то отходят И только потом Ты их вот достаешь Кстати Даже в принципе Именно Женя Стал инициатором Я какой-то ролик Его послушал И он там Про эту реинкарнацию И это просто Всплыло у меня Я тоже решил Об этом рассказать И размышлял Конечно Об этом Вот И его Ролик тогда Услышав Когда вот Я год-то Работал И Стало у меня Это всплывать В памяти Я стал анализировать Думать Я говорю Я же ничего Этот год не записывал Особо не читал Но вот это Стало Действительно Я говорю Даже вот благодаря Жене Я Опять над этим Стал размышлять Ну Тут я говорю Почему эти вопросы Они не суть важны Думать что ты еще Сто раз перевоплатишься Я говорю Жить в этой жизни А бы как Ну и будешь ты еще Вот мне на эту землю Не очень-то охота Уже возвращаться Вот И делать даже не в этом Что ты как Вот им заслуги Какие-то Протестантизм Там отличают Отрицают и дела Я же не об этом хочу сказать И здесь Ты должен не из страха Что-то там Начать делать Это просто естественно Происходит с тобой Что ты меняешься Вот и все Потому что ты действительно Понимаешь что это хорошо Не важно Будет там еще Не будет у тебя шанс Сколько этих шансов Ты просто понимаешь Что такое благо И начинаешь к нему стремиться А благо это Совершенство в любви Вот и все Так что и Лариса Про полную перезагрузку Я не знаю Полная перезагрузка Вряд ли во мне Произошла Ну или может быть Лариса что-то другое Подразумевает Полная перезагрузка Я говорю В реинкарнации Нет ничего такого Ведь то же самое Христианство Это ведь Общепризненное мнение Так называемое Христианство Я бы у псевдо-христианства Назвал там Какую-нибудь Православное Католицизм Ортодоксия То есть да В одном флаконе Или протестантизм Это ихнее мнение Они считают Что это истина Что вот нет там Реинкарнации А я с ними Я кто-то знает Я даже будучи Пытаясь познав Там православный Культ протестантский Да я всегда Держался в своем мнении Мне это Ложилось на сердце С кем-то Единомыслия Проповедникам Известным Священникам Ну да Я тоже согласен Мнение церкви Святых отцов Там еще Каких-то догм У меня вот Она истина Всегда была И всем Грустой для каждого Должно быть именно так Это я говорил Вообще все От начала Именно поэтому Я так свободно И спокойно Двигался От начала Двигаюсь до сих пор Ничего Никого не боюсь Вот так вот Так Продолжаем Слушайте Наверное Придется разделить Комментарии на лайве И комментарии на христолюбие Наверное Все-таки Придется Иначе Получатся Большие Так Читаем Жохан Спасибо Дима Хорошо поговорили Спасибо вам Всем Что слушаете Меня Сашка Морговка Не оставляй Что ты делаешь Твое служение Для меня К ролику Год спустя Пишет Для меня Радикально Повлияло На жизнь Оказывается Все так просто И иногда Тяжело Да будем Любить Друг друга И творить Добро Уповая на Бога Иисуса Христа Благословение Тебе брат И тебе дорогой Владимир Николаевич Спаси Христос И тебя Елена Мицук Крисповедь Христолюбца Спасибо Дима Всегда понимаю О чем ты говоришь Очень близко Мне все Радо тебя Видеть И я вас всех Рад видеть У меня в комментариях С вашим добром И позитивом Лариса пишет Опять К ролику Год спустя Доброго дня Тебе Дим Так необычно Слушать столько Внимания Своим комментариям Приятно Открытость Искренность Ну Такое Общение Виртуальное Ничего не поделаешь Почему я С радостью Пусть мы С кем-то Так общаемся С кем-то Я вживу Сейчас общаюсь Да и тогда Бывал общался С кем-то По скайпу С кем-то В соцсетях С кем-то В мессенджерах В группе Там Со всеми по-разному Комментарии На канале Один из способов Да Вот Внимание Мое Взаимное Получается У вас первое Внимание К моим роликам А у меня К вашим Комментариям Мыслям Размышлениям Я через них Вас Кого-то Познаю Узнаю Открытость Искренность Твоя Трогает сердце И безусловно Твой труд На благо Всем нам В этом Не сомневайся А в остальном Только сам Решишь В каком Антураже Будут выходить Твои ролики Для меня Твое появление В сети Стало Очередным Подарком С высшим Молюсь За тебя Всем сердцем Уверен Что Господь С тобой Если куда поехать Соберешься Соберешься В колбочках На море То в добрый путь Спасибо Открытость Искренность Это просто Мое состояние Такой всю жизнь Был И тут Мне даже Очень легко Я ничего из себя Не строю Я такой Какой и есть Придает мне В жизни Быть таким Какое-то Тоже Внутреннее Отсутствие Страха Ну да Страха Чего-то Я ничего не боюсь Чего бояться В жизни боюсь Только страданий Кто знает Я болел И еще до сих пор Все продолжается Муки Какие-то телесные Просто невыносимые Да и духовные Душевные Там конечно Если ты где-то Там я не знаю Моральный прессинг Не менее бывает Силен Где-нибудь Не знаю Там в тюрьме Или в какой-нибудь Психушке Где тебя совсем Или на работе Да То есть Я всем сочувствую Всех жалею Всегда Когда узнаю Стараюсь что-то Сделать с проблемой Человека Вот Страдания Это нехорошо Мы должны их решать Друг друга Это обязательно Стараться Вот А вот это Еще Вот это Открытость И искренность Моя Откуда она идет А вот из этого Чувства Ощущения Бытия Божьего То есть У меня нет Сомнений Что Бог есть Что он Личность Что он Все Видит Все Знает От него Ничего Не скрыт А если От него Ничего Не скрыть Что мне От других Скрывать Все все И так Узнают Да И ты живешь Спокойно Почему И вот это Никогда никому Не надо бояться Своих мыслей Свои мнения Их конечно Религиозников Их Их Поводыри Что Там Я Гордость Самомнение Ты Мнишь Думаешь Тебе не надо Думать Не положено Это конечно Караул И люди Бедные Проживают Свою жизнь Зря Вот именно Время проходит И проживают Просто так Да Жизнь бесконечная Вечная Но вы знаете Мне охота Побыстрее Попасть На море И я к этому Стремлюсь Ну я сейчас Абстрактно говорю Не к тому Что я там Еду куда-то Ну куда-то полететь Допустим На райские острова Кому ж не хочется Всем хочется Так сделай Ради этого Что-нибудь А эти люди Думают Что вот они Этим рабским Послушанием И собственным страхом Все равно Досидятся Ничего Вы никуда Не досидите Вы так Из дома Не выйти На какой самолет Не сядьте Никуда Не улетите А эти люди И сидят Дома Вот в этих церквях Они сидят На лавочках Там Или стоят С ноги на ногу Переминаясь В ортодоксальных храмах Вы никуда Не движетесь Ничего Не развиваете Ничего Не понимаете Сидите Вот Изо дня В день Из года В год Одно И то же Долбите Там Это Одно И то же Службы Одни И те же Понятно Что жизнь Тоже Круговорот Вон Весна Лето Зима Осень Ну там Там Это вообще Беда Там От человека Все зависит И свободен Расти Хоть до совершенства А там Что происходит Да ничего Вот И вот это вот Ощущение А этим людям Они потому и ходят Вот туда В эти собрания Им кажется Что Бог Только там Вот он туда К Богу пришел Помолился Жертву ему принес Десятинку Там Время свое А вот того Человеку Которого ощущение Вот что Бог вот сейчас Вот между вами И мной Даже Везде Он Ему не надо Никуда Он везде С Богом Везде Каждую секунду Ты перестаешь Молиться В определенных Позах Показательно Какими-то словами Непонятными Тебе Зачем тебе Их употреблять По какой-то бумажке За дня в день Как будто Ты ему стихи читаешь Каждый день Причем одни и те же О молитве Я запишу Опять ролики Здесь На лаве В свободной форме Обязательно Вот Ну а по поводу В каком антураже Служить Но там я В ролике Говорил Что И так И так Записываюсь Да Иногда Хочется Что-то Такое Иногда Вот там Сеешь на природе Иногда Дома Хочется У нас Сегодня На улице Жарче Чем дома 35 В тени Дома Хоть Попрохладнее Хотя Нет Ни кондиционера Ничего Вот Ну да Все надо жить По Действительно Как ты чувствуешь Не надрываться Если где-то Много берешь Поэтому Да Все надо Надо стараться Вмещать Всегда приятное С полезным Я говорю Никто вас По головке Бог не будет Гладить Что вы там Несете крест Какой-нибудь Невыносимой Работы Да поменяйте Вы ее Найдите себя Если вы занимаетесь Чем-то не тем Найдите Место То что можно Заниматься Своим делом Но действительно В сумасшедшем Окружении В дурдоме В каком-нибудь Поменяйте Постарайтесь Что-то сделать Господь благословит Он не хочет Наших страданий Изо дня в день Чтобы мы с ума сходили От боли И страданий И несчастья Нет Делайте своей жизнью Все что вы Мой ролик о судьбе А еще На сегодняшний момент Не слышали Он завтра Послезавтра Или завтра выйдет Ну когда еще Этот закружу Не знаю Плохой тут Интернет Деревня Вот Ну давайте Дальше Еще читаем И еще Отдельно Пишу тебе Говорит Что на данный момент Пропал интерес Или утратилась Жажда Познания Жизни Вроде как У старца Какого-то И для меня Это очень близко Тогда Вспоминаю Соломона Все суета Сует Тщетно И ловля ветра Ну Я говорю Я могу радоваться Конечно Меня напрягает И обычно Знаете Я когда об этом говорю Все равно Когда мне плохо Физически Вот у меня Эти болячки Ну сейчас У меня две В основном Я говорю Это кожные Мои Экземы Псориаз Не поймешь У меня Тут еще Полезло Всякое Причем Непонятно Действительно Чего-то Зависит Ведь это же Не везде И не всегда Вот я год прожил В других местах И ничего не было Сюда приехал Опять все И караул Хоть волком Вой Вот И голова Это непонятно Только записал Ролик Вроде сказал Ну вроде полегче На следующий день После этого ролика Год спустя Подняться не мог До обеда И весь день В куматозе Кстати Все остальные ролики Про инкарнацию Я писал В ужасном состоянии На камеру Это не видно Я стараюсь Это напрячься На этот момент Не обращать внимания На самом деле Мне и так тяжко И потом еще Сваливаешься Вот Хотя все равно Не так Мне было плохо Но при этом Я поехал И на велике Поехал Опять искупался То есть стараюсь Себя понуждать Но всему есть предел Я помню Понуждая не подуждая Кажется Все можно победить Все можно своей силой Или волей божьей Там Да ничего нельзя Так сваливать Что ты уже все Подняться не можешь Вот И у меня сейчас Такой этап Непонятный Не сказать Что мне прям вообще Караул с этой болячкой Полегче Намного полегче Слава богу Вот Ну конечно Нет полного исцеления Это беда И в такие моменты Я в основном Потому что Если бы Знаете Я вообще реально К сорока годам Все уговорю Что мне уже Близится Кроме здоровья Мне лично Реально ничего не надо Потому что Было в здоровье Всегда будет хлеб во рту Всегда можно радоваться Простым И если здоровье И я подразумеваю Что у тебя все Все цело Руки Ноги Гвоза Уши И мне достаточно Элементарных Простых радостей Вот и все Поел Поспал Посмотрел Послушал что-то Дома Или в кино Можно раз в месяц Вырваться Да Кто знает Умеет Просто ходить Это уже счастье Зачем мне машина Я хожу И я радуюсь Мир созерцаешь Мыслить успеваешь Не беспокоишь Что у тебя кто-то Врежется Или ты в кого-то Все На дальнее расстояние Маршрутки Поезда Автобусы Все есть Сел и сидишь Ни о чем не горюешь Так что вот так вот И конечно в этом плане А в плане вообще Каких-то там достижений Про это я вообще молчу Это естественно Суета-сует И книжка Экклезиаста Я говорю Я Ветхий Завет В принципе читаю с удовольствием Вот на христолюбе Сейчас Потому что Конечно И меня он не оставил Без влияния Очень сильно на меня Так же влиял Там очень есть Много Мы Вы знаете И отрицательно рассматриваем Но очень много будет И положительного И пользы И вот этого Отрада Елей на сердце Где-то Есть там на самом деле Слова Божьи Я просто Не могу Не терпеть Ни влог Всю Библию Словом Божьим называют Хотя там порой Слов-то Божьих нет Или там Эти слова-то Божьими не назовешь Да Иди сюда Вот А так конечно Там тоже будет Много отрад Да Соломон Или кто там Это писал Проповедник Какой Экклезиаст Не важно Тоже да Очень правильно Он писал Очень правильно Он писал про то Что я столько Столько понабрал Детям что Или а дети Кто будет Ты мой Приемник Может пропьет Все за два дня Но я сейчас Немножко своим Банальным языком Но он по сути Так и говорил Говорит Я все Пыжился Набирал Трудился А он за два дня Все это Растранжирит Говорит В этом что ли Смысл Тогда Зачем тогда Так что да А так то Жить то Это только Вот в эти моменты Сказать что да Так то Да буддисты Достигает просветления У них считается Высшей степенью И не зря Он на это решается Далеко не все Буддисты Это и редкие люди Так делают Они себя сжигают Реально Заживо Вот У меня конечно Такого желания нету Я бы своей смертью помер Хотя старости Сильнее не хочу Надеюсь Раньше Произойдет И если уж А то Я говорю Если уж и будет старость То я имею ввиду Действительно же Хочется Тем более Мне не детей нету Чтоб все таки Со своими силами быть Тогда еще можно Но опять же Какие силы Смотрю у меня бабушка 95 лет Но какие бы не были силы В 95 они тебя ставят Хотя по телевизору Разных показывают Но это только Их на камеру показывают Что они там Тип ходят Что делают А по факту Это там неизвестно Это на 5 минут Его показали А он там Весь больной Перебольной Читаем дальше Женя опять пишет К ролику Исповедь Христолюбца Мир тебе Дима Ты самый светлый христианин Никогда не клевещешь Ни на кого Всегда светел Переезжай к нам Если наш климат Подойдет Спасибо родной За добрые Теплые слова Ну я действительно Не вижу смысла Вот Мы сейчас остановимся Тогда Лариса В прошлом ролике Который вот как раз Этот год спустя Она где там Все эти веруны Или Ортодоксы Да вон Появились уже Но я чувствую Ролик получится Большой И сейчас я его прерву Уже наверное Мы оставим Я их и хотел Может в отдельный Выделить Этих людей Два уже есть Человека Одного я забанил Другого пока нет Не знаю Может там смотришь Что я сбросил Я вам покажу Опять только уже не так Как я тоже пытался Раньше что-то доказать Буду показывать И не целью Этого человека Опозорить Нет Я читаю По сути я просто Буду показывать На себе Свою реакцию И просто Как я вам тогда говорил Я буду показывать Обратную сторону Вот такой жизни Кто-то Кому-то может Это предстоит Кто-то просто Интересуется Я говорю Ну так вот Чтобы мы разделяли Так скажем Это все Поэтому будем Зачитывать Вот И вот это С кем-то там Что-то выяснять Что-то я говорю Из честного Я считаю Помните Как Иисус Он все время уклонялся Очень хороший пример На меня сильно повлиял Потому что Иисус Всегда мой пример В принципе В этом плане В учении жизни И вот Действительно Уклоняешься И да И уходишь От этого всего Канал Это кстати Та же самая Это моя личная площадка Это не Независимая площадка Где мы Нас пригласили И там да Там чьи-то другие правила Это моя площадка Здесь играют По моим правилам Да Это мой дом Я могу закрыть дверь Перед кем-то От кого-то Закрыться Так что Вот так вот А по поводу Переезда Ну это вот Лариса Ой Лиля Говорит там Да кто его знает Если бы я там Да пожил Если действительно Влияет на кожу Климат Мой Непонятно Буду еще следить За собой Может что-то Может это солнце Я вот не пойму Я сел на пищу Грешил Как мне там Некоторые врачи Давно говорили Да я ровно Год Который мне не был Ел то же самое Что ем сейчас Ничего вообще Не поменял В своем рационе Это точно Не пища Вот Так что Посмотрим И было тоже Лето Я был в Краснодаре Не знаю Может быть солнце Потому что сейчас Я здесь у себя Я выхожу И так загораю Немножко Раньше мне казалось Что загар И солнышко Наоборот У меня кожа лучше Всегда Она так Кто знает Солнце Она же ранки поджимает Поджигает То есть Я влюбился Загорать Я говорю Кожа становилась Всегда лучше У меня от этого Вот Сейчас может Какая-то Наоборот Ответная реакция Не знаю Буду смотреть Буду что-то пробовать Там посмотрим Так Читаем дальше Лисанна Лорман Исповедь Или Лорман Не знаю Как правильно К исповеди Пиво пить Можно? Так Ну с пивом Я не знаю Давайте мы Этот вопрос Оставим Если время Останется Я отвечу Нет Я хотел Зазять Тоже за основу Этот Комментарий Просто записать Отдельный ролик Алекс Чуприн Привет Дима Мне нравится Твоя простота Во Христе Всем разно И духовно Тоже И духовно Тоже Вся жизнь Это рост Нина Кефарук Благословен Тедим во всем И вам тоже Марина Пимонова Колоссальная работа Тобой была проделана И усталость накопилась Ты почти не спал Душу нараспашку Открывал Зависть пошла От людей И злость Ну Я уже говорил Да Сейчас не буду Распыляться На тему Вот Я говорю Иногда просто Да Перегибаешь палку Сам Я вот даже Сам себя виню Не надо так Слишком Надо проще Относиться Ко всему Да Надежда Греля Димочка Ты прелесть Желаю тебе здоровья И я честно Переживаю Если кто-то Тебя обижает Я тебя обожаю Ну если вы Только переживаете За меня только заступаться Не надо Я вот это Не люблю Особенно кого-то Там если обижать Оскорблять Нет Ну так можно что-то Говорить Это правильно Мы заступаться должны Я говорю Ну спину Или грудь подставлять То есть мы должны Даже заступаться В духе кротости Смирия Ни в коем случае Там не наезжать Ни на кого Не угрожать Ничего А то я такое видел В комментариях И даже за меня Так делали Я такого не признаю Вы помните Как Иисус сказал Петру Вложить меч в ножны Когда тот Решил с мечом Заступаться За Иисусом Я тебя обожаю Приобожаю Все у тебя будет Хорошо Хорошо Роблю Слушать и видеть Все что ты проповедуешь Это для меня Как бальзам На душу Храните Христос И вас тоже Спасибо за теплые слова Так Благовест ДМ Про перевод Тут у меня Та да Вот Все дошло Про перевод Да Тоже спрашивал Сначала потихонечку Маленькую сумму Перевел Я сейчас не буду Говорить Там все собрали Мы 15 тысяч Почти получилось Для Наташи За свет Все она там Должна Она заплатила Мне уже сбрасывал чеки Я потом покажу Отдельным роликом Сейчас в комментарии Не буду Все что вы переправили Я все переправил Так могу сказать Так Елена Перепича Помощи Боже Спасибо Вам тоже Так Перевел что было Через неделю Получу пенсию Поучаствую Еще спасибо Им всегда Нужна помощь Этим людям Так Елена Перевела Спасибо Роман Гошков Дима Какой ты молодец Мы с супругой Смотрели тебя Мы очень рады Что мы познакомились С тобой Через наши страдания И дал нам Веру в Иисуса Христа Ну это семья Гошковых Кому мы помогаем Кто знает Тоже не раз ролик Я записывал Так Владимир Ковалев Пишет Христолюб Бойся последнего Который может быть Хуже первого Истинно говорю Вам кто не родится Свыше Тот не войдет В небесное царство Иисус Христос Люди Прочитайте книгу Евангелия мира От Есеев Католики Я бы не стал читать Я тебе Не завидую Каким Александр Грицына Еще к старому Ролик Ему Ой Так Лиля Умничка Алена Глизия Здравствуйте Дмитрий Очень хорошо Вас слышно и видно Очень интересно Вас Ну к ролику Чтение Писание Который записывал Очень интересно Вас Слушать Мне вас Открыл Открыл Мой сын Павел Я когда-то Ходила в церковь С детства Мама водила Но к богу пришла Не через это Хождение Я не понимала Почему надо Креститься 150 раз И так далее Ну да В ортодоксальных Храмах стоишь И как этот Бесов Изгоняешь Я пришла К нему Услышав Сына А сын Вас Когда-то Буду Вас Смотреть И слушать Так как Это слово Которое Вы Доносите До меня Мне Очень Помогает В жизни Спасибо Вам Большое Вот Честно Сразу Верится Что Вам Это Бог Положил На сердце И вы Говорите А то Что Делают В церквях То Как-то Не так Не трогает Сердце Они Как бы Запугивают И так Далее Вот Для меня Я вам Говорил Уже Знаете Основная Цель И мне Знаний Мы же Все Хотим Видеть Плоды Рук Своих Трудов Своих И конечно Вот Ты Проповедуешь Проповедуешь Почему Я И тоже Срываюсь Иногда Мне тоже Ничего Не хочется Ты даже Уже Не знаешь Вообще Кому Это Нужно Ты Что Говоришь Говоришь И тоже Знаете Не хочется Быть Клоуном Что Говорить Говорить Мили Мили Емеля Твоя Неделя Да Эта Роль Тоже Не моя Для души И для тела Да И Для души Это понятно Хочется верить Что тоже Помогает Хотя душа Без тела Вера без дел Мертва И поэтому Все наши Внутренние веры Это добро Которое у нас Внутри Семечка посеется Оно должно В делах проявляться Я надеюсь Что у тех Кто меня слушает Оно действительно По жизни проявляется Эти люди Действительно Решили поменяться И заквашивают Мир Настоящей Истиной Которая В любви Бессмерти И свободе Очень хочется На это верить Но я же не вижу Вашей жизни И не знаю Плодов Соответственно Этого Конечно Не хватает Кстати Вот опять же Подписчики На канале Да Такое слово Даже как-то Знаете Для меня Вообще Не то что Чуждо А Не свойственно Моему сердцу Вы для меня Все родные Дорогие И Как-то Слово Конечно Не очень Хорошее А вот Я бы хотел Действительно Иметь Много Подписчиков И много Просмотров Меня в чем Только не укоряет Вечность Ну это Любую медийную Личность В тщеславии В гордости Там Да А у меня Конечно Цели Я Открою Я не скрывал Я говорил Вот для меня Почему хочется Чтобы много Было Мне хочется Помогать Да И вот Действительно Если бы нас Было Много Сто тысяч Просмотров Даже Не подписчик Подписчик Должно Вообще Миллион Сто тысяч Просмотров Ролик Представляете Только Это не просто Какой-то Хайп И знаете Вот он Заходит И там Посмотрели Куча Говна Вылили На тебя На всех Кого только Можно Нет А это Настоящие Люди Добрые Светлые И вот Ты сделал Сбор И сто тысяч Вы представляете Сто тысяч Просмотров Это каждый Человек И ты делаешь Сбор Для какой-то Семьи Вот у меня Кто окружает Даже сейчас Около Десятка Семей Они всегда В нужде Они стараются Работают Они нищие У них Детей Много Жизнь Такая Там У них С жильем Проблема Ну как Вот им Помочь А ведь В принципе Что такое Жилье Даже за Миллион Вот дом Купить Ну сто тысяч Человек Это по десять Рублей По десять Рублей Не по сто Даже По десять Рублей По десять У вас вообще В голове Эта цифра Укладывается Не сто Десять Рублей Десять рублей Это вообще Ничто Вообще Ничто Вот у меня Просят Я говорю Я даже на улице Порой Меньше ста Не даю А десять Десять Вот я Вот сейчас Скажи мне Десять Я тебе тысячу Дам Если она Есть Про Тоже Бывает Нет Ну что Такое Десять Рублей Представляете Сто тысяч Посмотрел Кажется По десять Рублей Сколько Это Миллион Сто Тысяч Человек По десять Рублей А ведь Есть Сейчас Такие Христианские Проповедники Не Христианские У них Уже За сотни Тысяч Подписчиков По пол Уже Миллиона Просмотров По миллион По роликов Одного Ролика Я думаю Вот классно Вот бы Добрые дела Творить Собрался Совсем Баловать Людей Конечно Нельзя Нельзя Сажать Все На шею Ну кто Когда На жилье Там Эта Семья Заработает Да Никогда Никогда Она Не заработает Это Только себе Там Девять Детей У Гашковых Восемь Сын Родился Ну что Там Что Когда Где он Там В деревне Он работает Там Двадцать Тысяч Зарплата И там Из долга Вдох И мы им Каждый месяц Только на еду Помогаем А сколько У них Ничего нет Кроме еды Ничего Они не видят Никаких Радостей О чем Там И там Планы Можно строить Что-то Мечтать Там Обо всем Можно забыть Просто Вот Жить От Доширака К Дошираку Все Тоже Вот он Просил Гашкова Рома И на Фундамент Этот Там Залить Где Взять У меня Нету Где Их Взять Собирать Пробовали Че Тогда Помогли С газом Как-то удивительно Собирали Под 150 Тогда Тоже Сколько Собрали Много Тогда Потом Еще раз Я попытался Сбор Уже Еле Еле 30 Набрали И он Когда Просил Я Под Дом Я Уж Сказал Ну Ты же Видишь Ничего Ничего Люди Не дают Ничего А 100 Тысяч Просмотров Значит 100 Человек Ну неужели Ты даже Ты не веришь Я тебе не нравлюсь Я мерзец Для тебя Еще кто-то Ну людям Дай 10 рублей 10 рублей Миллион 100 тысяч А по 100 рублей 10 миллионов А что такое 100 рублей Вообще Ничего Представляете Какая Вот Это Сила Вот Я Конечно Об этом Думал Вот У меня Вот Какая Цель Мне Хотелось Еще Чтобы Две Цели Духовное Добро Если Это Интересно Пожалуйста Слушайте Смотрите Если Вас Это Держит В русле Помогает Чтобы Светить Вокруг Самим Не Сваливаться Да Как-то Держаться Это Здорово Плюс Какой-то Интерес Это Такое Развлечение Клоуна Я Кстати Я Не Против Вот Этот Ветхий Завет Мы Читаем Отчасти Даже Как будто Развлечение Чем Уж Совсем Какой-то Бред Новости Смотрите Целыми Днями Только Показ Как Кого-то Опять Все Плохо Кругом Америка Негодяи Все Европа Вся Сгнила Да Уж Лучше Ветхий Завет С Христолюбом Почитать Как Даже Развлечение Пусть Вы Не Во Все Верите Не Все Понимаете Вот И Не Так Он Вам И Нужен Ну А Почему Вы Не Послушать Да Все Больше Будет И Пользы Я Думаю А Там И Радость Следишь И Второе Это Конечно Тело Его Не Оставишь Без Ничего И Вот Это Помогать Людям Это Было Здорово Плюс Помогать Не Деньгами Завалить Ты Обратился К 100 Тысячам Которые Посмотрели Тролик Допустим Ведь Кто-то Может Помочь И Работой Дать Никуда Людей Не Берут Это Тоже Что Куча Детей Больной Мы Все Ими Болеем А Вещи Конечно У меня В будущем Планы Желание Кто-нибудь Б Какой-нибудь Благодарительный Фонд Я Не Знаю Как Это Какой-то Сайт Можно Сейчас Есть Сайт Подарков Что-то Очередное Сделаешь Почему Не Сделать Что-то С душой Где Можно Обмениваться Где Можно Информацию Высылать Что У Тебе Есть Ненужное Кто-то Мог Завалить Вы Скажете Да Это И Плюс Там Ты Не Знаешь Там Тоже Где Как Регулируют Там Может Действительно Берут Те Кому Не Особо Нужно Они Эти Вещи Забирают А Ты Может Как Ты Будешь Лично Регулировать Я Не Знаю Как Я Бо Хотел Этим Заниматься Или Знаете Как Не То Что Сам Самому Всем Невозможно Помните Как Петр Сказал Действительно Невозможно Служить У столов И Они Были Служителями Слова А были Дьяконы Которые О теле Беспокоились Вот Я Хотел Чисто Быть Как Организатор Да Конечно Каждый Должен Заниматься Можно Был Кому Это Доверить Вот Этих Людей Можно Было Привлечь Всяких Там Многодетных Мамочек Какому То Видению Можно Было И По Сайту Что То Научить Или Все Невозможно Делать Поэтому Моё Дело Маленькое Вот Я Могу Словом Говорить Хотя Я говорю Разные Вещи Умею Во многих Вещах Разбираюсь В жизненных Вот Этих Документах То же Самое В компаниях То есть В принципе Как Господь Управит Так И Будет Вот Ну Что-то Я Отвлекся Наверное Да А Ну Тут Да Тут Вот Это Алена Глизия Просто Сказала Да О том Что Вот Так Скажем Мне этот Комментарий Был Назидателен Мотивирующий Что Да Вот Все Так Кто-то Приходит Действительно К истине К Богу Это Здорово Ну Ладно Давайте Дальше Ну Все Мы По-моему Дошли До того Уже Надежда Мы Тогда Я вам Читал По-моему Или Я тогда Просто Выборочно Надежда Читал Приветствую Рад Видите Дмитрий Хорошо Что Не Зарываешь Талант Мне Там Сказал О Таланте Ну Надо Да Каждому Заниматься Тем Что Он Умеет И Хочет Я Принцип Проповедую С радостью Хотя Я Говорил Это Тоже Непростое Дело На самом Деле К Этому Я Готовишься Изучаешь Сколько Я На Это Тоже Положил Десять Лет Я Не На Печи Пролежал Я Буду Рассказывать Вот Ролики Возьму За основу Православный Объявился Опять Я Про Семинарий Опять Вспомнил Там Я Расскажу Даже Почему Я Там Был Отличником Когда Поступал И Как Ботаник Выглядел Потому Что Я Все Знаю На Это Потратил Не Потратил Посвятил Десять Лет Своей Жизни Божье Дыхание Дима Привет Рад тебя Видеть Я Тоже Вас Андрей Венг Дима Звук Добавь Звук Я Не Могу Добавить Все Как Есть Я Настроил Это Максимально Возможные Варианты Уличные Вот Как То Там Старайтесь У Себя Опять Про Микрофон Пишет У Что У Вас Тоже Может Не Все Хорошо С Качеством Звуковоспроизведения Я Вас Тоже Всех Рад Видите Слышать Елена Пишет Да Дима Ветхий Завет Твердая Пища Либо Искажение Куча Либо Все Эти Беззакония Оправдать Надо Постараться Благословить Христос Ну Кому Интересно Смотрите Мое Чтение На Канале Христолюб Там И Посмотрите Там И Покушаем Похрустим Этими Сухариками Думаю Все У нас Будет Нормально Павла Мутищенко Приветствую С возвращением Спасибо Рад Видеть Сот Дмитрий Женя Пишет Да Да Дима Хвала Любви Женя Пишет Небесный Я рад Что Ты Всегда В любви Учишь Это Правильно Любовь Есть Основание Вселенной Согласен Под Каждым Словом Любовь Это Суть Бытия Источник Его Двигатель И Конец Всего Привет Брат Лена Познякова Пишет Рада Очень Тебя Видеть Я Вас Тоже Кстати Вот Забыл Лайк Поставить Хопа Вот Так Буду Делать И Под Жениным Забыл Хоп И Буду Уже Знать Что Они Помечены В следующий раз Будут Вот Так Не Помечены Я Буду Сразу Привет Дима Спасибо Большое За Твое Слово Очень Рад Тебя Всегда Видите Слышать Я Вас Тоже Спасибо Вам Всем За Внимание Ко мне Знаете Я Тогда Меня В больницу Положил Тут Батюшка Который Был Тоже У меня С руками Тогда Вообще Каравол Так Все Расползлось Я Тут Вообще Просто Изнемогал У меня Кладил В больницу Тогда В нашу Воронежскую Стационар И Там Был Один Мужичок Такой Старенький Ну Тоже Со Всеми Болячками Ему Когда Звонили Он Все Говорил Когда Заканчивал Разговор Ну Такой Старенький С Телефоном Спасибо За Звонок Спасибо За Звонок Мне Так Свешно Было Не Знаю Как Он Это Говорил Ну Тип Спасибо За Внимание Ко Мне Что Позвонил Мне Приветствую Тебя Родо Костер Скажи Если Смож Почему Для Тебя Незаконно Рожденный Еврейский Мальчик Вдруг Стал Богом Интересно Близать За Таким Как Вы Ну Если Конечно В Вас Не Живет Душа Араба Еврея Ну Почему У меня столько роликов на эту тему Я даже не знаю как Ответить Так Все Это уже Все Все Тут уже Это те ролики Последние И мы уже Две недели назад Значит Все Все На этом На лаве Мы все Заканчиваем Вот Последний Комментарий Я поставил На проверке У нас Ничего Нету Тут Почему-то Глюки Ютубовские Он показывает Что Типа Три Перекликаешь Ноль Потому что Некоторые Зависают Вот На этом Мы с вами Заканчиваем Будем Прощаться Да Я все Не знаю Что в этой Жизни Тебе Ответить Ну а Если Господь Коснется Тебя В этом Чтении Добро Пожаловать В Семью Христову Наверное Это все Что я могу Тебе Сказать Могу Только еще Предложить Вместе Со мной Почитать Евангелие От Марка Ты можешь Найти На моем Канале Христолюб Как я Называю Основной Найти Там Любой Евангелие В идеале Взять Евангелие От Марка И вместе Со мной Его Почитать А потом Уже Можно Что-то Обсудить Ну все Кому Понравился Ролик Ставим Большие Жирные Божественные Лайки Ибо Все Мы Боги И дети Всевышнего Все Мы Пишите Ваши Мысли Размышления Пишите Обычно Когда Слушать Что-то У вас Возникает Сразу Прямо Отписывайтесь Я Постараюсь Ну сколько Вот было Не знаю А ну час Ничего себе Час Это круто Ну Будем Пока Комментариев Немного Пока Традицию Заведем Постараемся Раз в неделю И то Получается Цветит Я что-то думал Два канала Сразу Пролистать Получилось Только один Еще не ответил На вопрос Можно ли Пиво пить И мясо Есть Еще на канале Христолюб Комментарии Ну посмотрим Вечно мы что-то Планируем А как будет Я не знаю Пока Вот так Все Со всеми Прощаюсь Всех люблю Целую Обнимаю Пока Пока Продолжение следует... Продолжение следует...